Современные модели Lada имеют множество функций, которые делают эксплуатацию автомобиля более комфортной и безопасной. Кроме этого, есть некоторые особенности и опции, о которых владельцы даже не догадываются. Сегодня говорим о секретных фишках автомобилей Lada, сразу после небольшой рекламы постоянных спонсоров. Если в ваших планах покупка нового автомобиля, удобнее всего это сделать на сайте компании Автоспот. Там вы найдете самые выгодные предложения от всех официальных дилеров. И наглядно увидите, сколько можно сэкономить при покупке за наличные, в трейд-ин или кредит. Останется лишь забронировать автомобиль и забрать его у официального дилера в вашем городе, сэкономив при этом пару десятков тысяч рублей. Просто, удобно и бесплатно. Ссылка будет в описании, но мы вернемся к нашему видео. Начнем с банального. Вариантным исполнением автомобилей Lada Granta и Kalina имеется дистанционное управление электрическими приводами стеклоподъемников. И они управляются от кнопок пульта дистанционного управления при выключенном зажигании. Подъем стекол происходит во время удержания. Кнопки блокировки в нажатом положении более трех секунд. Сначала поднимаются стекла передних, а затем задних дверей. Вроде мелочь, но многие действительно этого не знали. Едем дальше. А вы были в курсе, что ярлыки управления на магнитоле Lada Vesta можно перетаскивать? Главный экран мультимедийной системы MMC на Lada Vesta содержит ярлыки, расположение которых можно изменить по своему вкусу. Для этого лишь удерживаем палец на ярлыке несколько секунд, а затем перетаскиваем его в нужное место. Примечательно, что об этом ничего не сказано в руководстве по эксплуатации автомобилем. А вот чтобы включить обогрев ветрового стекла без максимального обдува стекол, следует включить режим Defrost Max, кнопка номер 24. А затем одновременно нажать на кнопки 24 и 21. В результате обогрев лобового стекла будет работать, а вентилятор климатической системы останется работать с прежней скоростью. Также на автомобилях Lada дневные ходовые огни загораются автоматически после запуска двигателя. В некоторых ситуациях необходимости в работе ДХО нет, например во время автозапуска ночью. И чтобы отключить ДХО на автомобили Гранта, Калина и Приора, у которых управление светом производится при помощи модуля управления светотехникой, следует установить ручку блока в среднее положение между кружком и габаритами. А чтобы это сделать на X-Ray, VST и Largus, и у которых управление светом осуществляется при помощи левого подрулевого переключателя, следует аналогичным образом выставить положение регулятора в промежуточное положение. И всё, проблема решена. Следом скрытое меню Lada X-Ray. Чтобы войти в меню Test Mode, необходимо открыть окно с версией системы, настройка, пролистать вниз, версия системы. Последовательно нажать на определенные места на экране магнитола. После этого появится диалог, в котором нужно вводить специальные коды, которые открывают доступ к возможностям системы. Выйти на рабочий стол, вывести информацию о версиях и так далее. Это нужно загуглить отдельно. Также владельцы Гранта и Калин в комплектации Люкс утверждают, что на их автомобилях частоту работы дворников можно регулировать. Для этого нужно сделать один взмах щётками без фиксации рычага, подождать пока ветровое стекло не станет грязным и включить работу дворника в первое положение. По итогу щётки будут работать с той паузой, которую вы настроили. Также на Гранте и Калине можно включить функцию «Проводи меня домой». Или другими словами, функция задержки включения света фар. И на маркет-опции называется «Follow me home» или «Проводи меня домой», которая позволяет после остановки двигателя гореть фаром некоторое время, освещая владельцу дорогу до дома. Эта штатная опция есть в некоторых комплектациях Калины и Гранты. А вот на X-Ray Vista её нужно активировать. Заглушаем двигатель, выключаем зажигание, открываем водительскую дверь и моргаем дальним светом фар. После этого включится ближний свет, который будет гореть в течение 30 секунд, а затем погаснет. Что интересно, в руководстве по эксплуатации автомобиля об этой функции ничего не сказано. Следом расскажем, как отключать зуммер непристёгнутого ремня безопасности. На автомобилях Гранта, Калина, Приора и Нива есть возможность отключить звуковой сигнал непристёгнутого ремня безопасности программным путём. Для этого нужно нажать и удерживать кнопку сброса суточного пробега на панели приборов и в течение 10 секунд два раза застегнуть и расстегнуть ремень. Для включения абсолютно та же процедура, только нужно три раза застегнуть и расстегнуть ремень. Но внимание, всегда пристёгивайте ремни безопасности. Также на Гранте и Калине можно выбирать один из двух режимов закрытия автомобиля. При нажатии на кнопку брелока открываются все двери, или при нажатии на кнопку брелока открывается лишь дверь водителя, а при повторном – все остальные. Чтобы сменить режим открытия, нужно включить зажигание, при этом не заводить двигатель, нажать и удерживать первую и вторую кнопки брелока одновременно до появления звукового сигнала. Всё просто. Если вы не знали, на штатной магнитоле Lada X-Ray тоже есть секретное меню. И чтобы попасть в этот сервисник, нужно зажать на несколько секунд кнопку меню. После этого откроется секретное, где будут отображаться ошибки магнитолы, можно будет провести тестирование на работоспособность отдельных её блоков, а также получить информацию о текущей скорости, напряжении в сети и температуре в салоне. Теперь раскроем нычку в багажнике универсала Lada Vesta. Он радует хорошей организацией пространства, и при его проектировании компании учитывали мнение автолюбителей. И для комфортного развлечения вещей в нём предусмотрены различные ниши, крючки и карманы. Однако это не предел возможностей. Один из владельцев Lada Vesta SV нашёл ещё одно скрытое место в багажнике своего автомобиля, где можно хранить тряпки и другие мягкие вещи. В левой части багажника универсала есть удобная полочка. Как выяснилось, она легко снимается, а под ней скрывается ещё одна ниша, в которой можно размещать небольшие мягкие вещи. Первый раз снять полку багажника лучше при помощи пластиковой лопатки. Затем можно немного подогнуть пластиковые усики, что позволит в дальнейшем демонтировать полку без инструментов. А вы знали про эту нычку? Также заводам предусмотрена настройка громкости и тональности работы указателей поворотов. Однако в руководстве по эксплуатации ничего не сказано. Сейчас на экране вы видите краткую инструкцию. Дальше можно загуглить и разобраться более подробно, если будет непонятно. По итогу звук будет меняться примерно так. Ну и закончим мы складыванием зеркал через штатный брелок на Lada Vesta. В конце 2019 года на обновлённую Vesta завод стал устанавливать боковые зеркала нового образца с электроскладыванием. Как выяснилось, не все владельцы знакомы со всеми функциями этих зеркал. Например, многие не знают, что эти зеркала могут складываться автоматически при закрытии автомобиля. Достаточно лишь зажать кнопку блокировки на 2 секунды. Что ж, надеюсь, эти не совсем очевидные мелочи оказались для вас полезными. Возможно, вы многое знали, а может быть что-то услышали впервые. Если вам понравилось такой формат видео, конечно, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, если ещё этого не сделали. Впереди только полезные видео про автомобили и крайне актуальные автомобильные новости. Вы были на канале ProAuto. До скорых встреч.